чтобы обсудить текущее состояние нашего инвестиционного климата, а также перспективы и возможности развития Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба. Я хочу представиться, меня зовут Байдусенов Алихан, я являюсь исполнительным директором ассоциации Казэнерджи и буду сегодня модерировать нашу сегодняшнюю стратегическую сессию. Организатором стратегической сессии является Казахинвест и Министерство иностранных дел. Наша стратегическая сессия сегодня пройдет в таком, будет больше экспромта по организационным моментам. Но я думаю, что мы все сможем в результате сегодняшнего обсуждения. Найти какие-то вопросы и найти пути решения тех вызов, которые стоят перед нами, перед страной на пути к тому, чтобы стать региональным инвестиционным хабом. Ну или мы уже в принципе, наверное, ими являемся. Это мы сейчас как раз и обсудим с нашими спикерами. Почему эта тема сегодня важна? Глава государства в недавнем своем выступлении, то есть обращении к народу Казахстана, поставил задачу на государственном уровне удвоить ВВП к 29-му году до 450 миллиардов долларов США. Вот и на самом деле, да, это очень важно для нашей сессии, так как именно на иностранные инвестиции должна быть, наверное, сделана большая ставка. Вот и они должны помочь нашей экономике расти за счет создания новых, в том числе инновационных производств. В этом направлении, в принципе, Казахстан уже хорошо продвинулся в предыдущие периоды. Создана особая юрисдикция, МФЦАСА, которая работает на базе английского права. Вот есть собственный суд, который тоже работает по принципам английского права. Ну и, кстати, хотелось бы отметить, и вот здесь вот у нас есть представители МФЦА. Поздравите, что они достаточно хорошо котируются на фоне соседей. Вот и в международном рейтинге Global Financial Centers Index, GFCI, МФЦА улучшил свое место до 60-го из 132 центров по всему миру. Ну и на самом деле это первое место среди финансовых центров региона Восточная Европа и Центральная Азия, что на самом деле очень хорошо, да, и впечатляет. Но основной показатель, на самом деле в данном случае это является показатель прямых инвестиций. Вот и в этом направлении ситуация следующая, что в 2022 году был достигнут объем валовых прямых инвестиций в размере 28 миллиардов долларов. Но если учитывать реинвестиции от текущих инвесторов, которые уже присутствуют в Казахстане, то получается у нас чистоток вместо притока. Ну, может быть, меня сейчас спикеры наши поправят, но вот это то, что я взял как раз из социальных сетей, ну и из средств массовой информации, а также статистики Национального банка, который тоже представил эту статистику по иностранным инвестициям. Вот и пока ситуация выглядит с притоками иностранных инвестиций следующим образом. Ну и также большие вопросы у потенциальных инвесторов, да и у нас с вами на самом деле вызывают вопросы изношенности инфраструктуры, которые также влияют на инвестиционный климат. Сегодня вот мы сейчас обсуждали как раз энергокризис, который произошел вот совсем недавно в западном регионе, что очень будет влиять на инвестиционную привлекательность. Я думаю, что инвесторы также принимают решения на основе состояния текущей инфраструктуры. Также нарастающий дефицит электроэнергии и невысокая оценка инвестиционной привлекательности нашего флагмана экономики – это нефтегаз. Вот до сегодняшней нашей сессии была презентация национально-энергетического доклада. Ее презентовало мировое рейтинговое агентство Standard & Poor's. Вот и в своем докладе они сказали, что положение Казахстана в этом рейтинге является… Мы находимся на 78-м месте из 112 стран. В принципе, за последний год был как раз положительный сдвиг с 80-го до 78-го. Но много это или мало, вот тут как раз сейчас тоже обсудим. И это флагман нашей экономики, да, и это видение как раз Standard & Poor's, который представляет мнение инвестиционного, иностранного инвестиционного сообщества. Я думаю, что это мнение нам очень важно учитывать. В оценке нашей текущей, в это текущее состояние инвестиционной привлекательности и при разработке мер и рекомендаций по улучшению инвестиционного климата, чтобы мы действительно стали таким мощным региональным инвестиционным хабом. Вот. Ну, и также мы вот сейчас вот видим, я тоже смотрел определенную там статистику, что инвестиции падают на самом деле не только в Казахстане, прямые иностранные инвестиции, но они падают во всем мире. Вот. Инвестор стал очень избалован. И зачастую ищет не улучшенные условия инвестирования. Вот. То, о чем вот как раз вот тоже говорилось на предыдущей сессии, когда вот рассказывали про улучшенный модельный контракт, что позволит привлекать, что должно позволить привлечь больше иностранных инвестиций, но мы должны слышать на самом деле вот этого инвестора, которого мы хотим привлечь. И в силу того, что он действительно сейчас стал избалован, он уже ищет не улучшенные, а лучшие условия. Вот. Ну и не только налоговую каникулу, но и дополнительную защиту своих инвестиций, активную помощь с доступом к инфраструктуре, ну и даже в некоторых случаях защиту от конкуренции на первом этапе. Поэтому формат сегодняшней встречи нашей – это стратегическая сессия, поэтому мы сфокусируемся на стратегическом анализе. Вот. И вот мне сегодня в проведении этого стратегического анализа будут помогать наши уважаемые спикеры. Я хочу их представить. Это Тимирлан Мухаммеджанов, исполняющий обязанности представителя правления администрации МФЦА. Марат Елибаев, заместитель представителя правления Банка развития Казахстана. Азамат Кужанов, управляющий директор «Казахинвест», как раз представитель организатора сегодняшней нашей стратегической сессии. И Амир Тусупов, директор по инвестициям и развитию акционерного общества «Самру Казана». Ну и я – модератор Байдусенов Алихан. Так, позвольте мне тогда присоединиться к моим коллегам. Да, вот как я говорил, в рамках нашего стратегического анализа первое, наверное, с чем надо определиться – это каковы наши сильные и слабые стороны и возможности, и угрозы. И как раз мы воспользуемся сегодня инструментом SWOT-анализа и поговорим об этих сторонах. И если мы начнем по классике проведение этого анализа, то, я предлагаю сфокусироваться на внутренних факторах, то есть сильных и слабых сторонах нашего инвестиционного климата. Вот здесь у нас как раз есть два представителя, которые смогут нам в этом анализе помочь. Это фонд «Самру Казана», который сам является активным инвестором. в нашей экономике. Ну и очень хорошо знает внутреннюю ситуацию в этом направлении. А также Банк развития Казахстана, который уже существует 22 года на рынке, и также финансирует инвестиционные проекты в нашей экономике. Вот и вопрос вот к вам. Наверное, давайте мы начнем с фонда «Самру Казана». Амир, вот как по вашему мнению, каковы наши сильные стороны, и вот каковы наши слабые стороны, которые нам нужно будет улучшить для того, чтобы повысить нашу инвестиционную привлекательность? Спасибо большое, Аль-Хан, за предоставленное слово. Добрый день, дорогие участники форума, нашей второй сессии. Ну, если говорить про… Ну, я представитель инвестиционного блока фонда «Самру Казана». Мы в большей степени занимаемся структурированием с проектом, как раз привлечением иностранных крупных инвесторов цивилизации высокотехнологичных в большей степени проектов на территории Казахстана, чтобы привлечь технологии, знания, компетенции, семи и качественные рабочие места в нашей стране. К сильным сторонам я бы отметил, ну, во-первых, это такой позитивный трек-рекорд, по всем уже привлеченным иностранным инвестициям в секунду нашей независимости. То есть, если есть нормальный трек-рекорд, значит, инвесторы понимают, что люди до них, грубо говоря, понимали, что страна перспективная, есть возможности и так далее. Второе, я бы, наверное, отметил продолжающуюся поступательную работу государственных органов в части предоставления налоговых, инвестиционных и других преференций, потому что даже текущая сессия на этом подтверждение, потому что мы сидим, обсуждаем, как улучшить текущую ситуацию, чтобы, скажем так, наша страна простала в части именно привлечения странных инвестиций для именно взаимовыгодного сотрудничества. Третье, я бы, наверное, отметил наличие субъектов в классе государственного сектора, фонд «Самрукосна», «Байтирек». То есть, мы здесь, скажем так, выполняем несколько ролей. Наш акционер есть правительство, но при этом мы еще и разделяем, скажем так, риски инвестирования, ну, как минимум «Самрукосна», разделяем риски инвестирования с партнерами иностранными в рамках организации инвестиционных проектов. К примеру, даже сейчас, как бы, наш блок, именно фонды, мы введем четыре крупных проекта по строительству Петропарка, мощностью в один гигаватт каждый, с французами, с «Аквапауэр» Саудовской Аравии, с «Маздар» Объединенные Арабские Эмираты, с «Сипяеш» китайцами. Здесь, по сути, эти все четыре проекта, они позволят увеличить долю выработки ВИИ в два с половиной раза от текущего объема и позволить привлечь порядка пяти миллиардов долларов США в прямых иностранных инвестиций, ну, опять же, с учетом займов администрированных финансов и организаций. Если говорить про, наверное, скажем так, недостатки текущей ситуации, да, то, наверное, недостаточная прозрачность и длительность принятия решений со стороны госорганов, я, допустим, сейчас на примере наших ВИИ-проектов крупных, партнеры приходят, они ожидают какой-то ППА-контракт от государственного органа, да, от офтейкера, и учитывая то, что там рынки займов, они динамичны, допустим, не знаю, сейчас у нас ставки заимствования сильно выросли, некоторые, допустим, партнеры, они уже зафиксировали там тарифы год назад, но до сих пор там ждут, пока там все-таки ППА-госорганы согласуют и можем подписаться и так далее. То есть здесь, как и есть, конечно, комната для обсудения и улучшения текущей ситуации, ну, наверное, с моей стороны это все, потому что, опять же, мы как фонд самоказна, мы здесь именно законотворческую часть по инвестор-преференциям, по такого рода направлениям не ведем, поэтому с моей стороны вот так. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Ну, тогда второй вот участник БРК. Он уже, как я уже говорил, существует 22 года, и за это время очень тесно знаком с экономикой Казахстана, его инвестиционным потенциалом, вот, ну, и поэтому попрошу представителя БРК описать ключевые, сильные, слабые стороны Казахстана как место для отечественных инвестиций. Алихан, спасибо большое, в первую очередь. Добрый день, друзья, коллеги. Очень приятно быть на данном мероприятии. Спасибо организаторам за приглашение. Ну, давайте, наверное, поймем сначала, что такое региональный инвестиционный хаб. То есть, ну, по моему мнению, это определенная система, комбинация поставщиков финансовых услуг, потребителей финансовых услуг. Третье – это регулирование. Четвертое – это инфраструктура, которая может быть и хард, и софт. Ну, и пятое – это, наверное, ряд профессиональных компаний, таких как аудиторских, консалтинговых, юридических и так далее. Ну, мне, наверное, сложно комментировать по всей цепочке, наверное, да, вот регионального хаба. Но вот с точки зрения поставщиков финансовых услуг, я представляю Банк развития Казахстана, входит в структуру Байтирек. И основная цель Байтирека – это вот улучшение, создание новых инновационных направлений, улучшение национальной экономики и поддержка несырьевых проектов и с высоким и средним переделом. И здесь хотелось бы сказать, что вот именно наша роль, она не только заключается в самом финансировании проектов, но и также привлечении иностранных и локальных инвестиций в страну, да. Наверное, я обозначил нам ряд примеров, как мы работаем. Три МПЗ, которые были профинансированы банком, они были профинансированы совместно с иностранными инвесторами, да. Например, скажем, тот же Атравский МПЗ был профинансирован совместно Эксим-банком Чайна и японским Джибиком. Шымкенский МПЗ был профинансирован с Дойч-банком, Банков Токио, Митсубиши, Кредит Агриколь и Сумитома. То есть вот мы говорим о таких сделках, когда мы не только сами финансируем проектов, но и также привлекаем международное и локальное финансирование. С точки зрения вашего вопроса, да, то есть все-таки здесь надо отметить, что Казахстан обладает огромной, богатой сырьевой базой. Мне кажется, это достаточно хорошее конкурентное преимущество, которое в текущих ситуациях, мне кажется, становится более актуально. То есть это, мне кажется, хорошая основа для того, чтобы делать дальнейшие переделы, создавать новые производства в стране и участвовать в глобальной цепочке поставок. И вот с учетом, наверное, текущей геополитической ситуации, когда концепция уже фрэншоринга или рэшоринга, неважно, оно, мне кажется, становится более актуально создавать новые ценности в структуре страны. Ну, наверное, вкратце вот все. Если какие-то есть комментарии, дополнения, с удовольствием буду рад ответить. Спасибо, Марат, за то, что вы попытались определить действительно, что такое инвестиционный хаб. Да, это хороший вопрос, мы говорим, но очень важно действительно убедиться, что мы все on the same page, то есть мы все понимаем одинаково, что такое инвестиционный хаб. Ну, вот, Марат, вы в своем выступлении сказали, что у нас очень действительно большие запасы минерального сырья. Вот, и это является тоже нашим большим плюсом. При этом, вот я вот сказал, что вот в своем выступлении, в самом начале, что вот как раз в этом-то направлении у нас индекс эмиссионной привлекательности очень низкий, вот 78 место, да, и мы же можем не воспользоваться, да, получается, этой благоприятной возможностью. Да, Лихан, вот если пойти по цепочке, да, то есть это и поставщики услуг, да, это и потребители, то есть вот потребители тоже пайплайн хороших проектов, да. Поставщики это должно быть количество разных финансовых компаний, финансовых институтов, которые оказывают услуги, да. Профессиональные компании, да, там количество и качество международных, локальных, аудиторских компаний, юридических компаний, консалтинг-компаний, да. Регулирование, ну, и коллеги из МФЦАНа нам больше ответят, прокомментируют. То есть это, наверное, симбиоз разных факторов, да, и который, конечно, отражается в том рейтинге, о котором вы говорите, да. С точки зрения поставщиков финансовых услуг, наверное, вот, ну, то, что ближе, наверное, ко мне, здесь надо отметить, что не так-то, на самом деле, много финансовых игроков на рынке Казахстана, да. Не так-то много, наверное, иностранных банков, да. В принципе, и в послании главы государства это было отмечено, что конкуренция достаточно слабая, да, и необходимо привлекать дополнительно три международных института в страну, да. Рынок private equity тоже не столь активно там продвинут, как бы хотелось, да, там, рынок страхового рынка и так далее. То есть, мне кажется, здесь, вот, рынок, наверное, не на той продвинутой фазе, да, чтобы обеспечить полноценно ту максимальную прибыль или максимальную возможность, о которой вы говорите. Спасибо. Спасибо, Марат. Вот следующее слово я хотел бы представить представителю управления МФЦА, МФЦА, Тимирлану Мухаммеджанову. Вот я, насколько знаю, у вас есть презентация, да, мы ее выведем? Или вот этот вы, вам лучше? Нет, у меня презентация нет. А, без презентации, да. Хорошо, да. Вот, Тимирлан, вот вы, как действительно представитель того органа, да, или, ну, вот, наверное, основной, да, там, звена вот этой цепи, чтобы стать региональным хабом, да. И вот как вы думаете, да, на какой стадии зрелости мы вот находимся с точки зрения, там, инвестиционного хаба? Мы им уже стали или мы только на пути к тому, чтобы вот стать этим инвестиционным хабом? И что в этом направлении делается? Спасибо большое, Альхан, за вопрос. Добрый день, участники форума. Ну, отвечая на ваш вопрос, я думаю, нужно понимать, что приход инвестиций, да, там, зависит от двух больших факторов, да. То есть, во-первых, должна быть коммерческая составляющая любого проекта, да. То есть, деньги никогда не придут туда, где нет какого-то экономического выхлопа, да. То есть, каким бы хорошим ни был инвестиционный климат, каким бы привлекательным ни был налоговый режим страны. То есть, поэтому, в первую очередь, это основной драйвер, то есть, это коммерческая составляющая. Если говорить про инвест-климат страны, то в целом, да, вот вы говорили, что, я понимаю, что рейтинг S&P относится именно к нефтегазовым секторам. Но если смотреть в общем на экономику, то, в принципе, динамика достаточно положительная. За последние 10 лет Казахстан хорошо продвигается по ряду различных индексов, которые замеряет, скажем, инвест-климат в общем, да. То есть, раньше был, как вы знаете, индекс Всемирного банка, да, вот до 2020 года. Там вот за последние 10 лет, ну, до момента его приостановления Казахстан очень стремительно рос по ряду позиций. В том числе, это вот именно в части привлекательности инвест-климата. Есть у СР достаточно очень много интересных таких нишевых, скажем, специфичных индексов. Ну, и вот один из них, вот, когда просто готовился к сессии, посмотрел, есть индекс FDI, рестриктивность индекса, он замеряет ограничения, да, в смысле, которые выставляются, которые существуют в стране для, ну, и которые блокируют там приход к иностранным инвестициям. В этом индексе Казахстан точно достаточно неплохо продвигается, да, то есть, как бы, динамика могла бы быть, наверное, там, по темпу там продвижения по этому индексу, наверное, могли бы быть быстрее, но, тем не менее, мы потихоньку подступаем к уровню, там, стран УСР примерно, то есть, по этому индексу. Ну, опять-таки, этот индекс, он замеряется в разрезе различных индустрий. Ну, и вот, если говорить нефтегаз, то, насколько я помню, то есть, это как раз-таки один из самых благоприятных, с точки зрения, там, прямых иностранных инвестиций сектор. Да, есть ограничения, там, у нас в телекоммуникациях, в МИДе, в железнодорожном секторе, да, но нефтегазовый сектор, там, является одним из таких самых либеральных, с точки зрения, там, приходы иностранных инвестиций. Вот, поэтому, как бы, сказать, Казахстан на пути, да, он точно на пути, то есть, по крайней мере, с точки зрения, там, развития инвест-климата, инвест-провлекательности, я думаю, что страна делает очень хороший прогресс, то есть, как бы, там, вот, ну, и МФЦА, как раз-таки, это один из, скажем, один из, одной из, как бы, часть усилий государства по привлечению иностранных инвестиций для того, чтобы в стране был хороший, понятный, там, правовой режим, да, то есть, как бы, МФЦА, вот, вы же отметили, само по себе, это юрисдикция, это особый правовой режим, который построен на принципах и нормах английского права, то есть, это английское право, которое знакомо большинству иностранных инвесторов, это система права, в которой им привыкну, привычно работать, и, ну, вот, все элементы английского права, ну, в том числе, договорного английского права, да, они реализованы в рамках нашего права МФЦА, то есть, например, если рассматривать в контексте, там, МНС-дела каких-то, там, в том же нефтегазовом секторе, такие вещи, как, там, warranties, representations, indemnities, да, то, что, как бы, тяжело реализовать, на самом деле, в контексте, ну, в контексте гражданского кодекса Казахстана, это все возможно, там, в рамках договорного права МФЦА. Ну, и, соответственно, в случае возникновения споров, которые, есть возможность обратиться в суд МФЦА, который является, там, первым в Центральной Азии, вообще на постсоветском пространстве, независимым судом английского, общего английского права, да, то есть, ну, и основная, как бы, такой, selling point того суда, это в том, что судьи являются, все являются выходцами Британии, имеют большой обширный опыт в судопроизводстве, там, некоторые из них являлись судьями Королевского, там, Верховного суда Великобритании, поэтому, это тоже, да, все делается для того, чтобы сформировать определенный уровень доверия иностранных инвесторов Казахстана в целом к стране. Спасибо. Спасибо, да, Тимиран. Ну, на самом деле, вот, лично мое мнение, да, МФЦА уникальнейшая площадка для того, чтобы привлекать иностранные инвестиции, да, и вот, тоже наблюдая это, суд уже стал достаточно активно уже работать, и даже, ну, вижу, да, что принимается решение на основе такого прецедентного права. очень, очень здорово, на самом деле, да. Я хотел бы, да, следующий вопрос, наверное, задать Азамату Кужанову, управляющему директору Казахинвест. Вот, давайте, действительно, вот, все-таки, вот, с этим термином, вот, попробуем до конца разобраться, прежде чем перейдем к анализу внешнему, то есть, угроз и возможностей. Вот, все-таки, инвестиционный хаб, да, вот, еще, да, вот, попробуем, да, дальше вот. Это, мы понимаем это, что через Казахстан инвестор будет заходить в другие страны региона, или мы говорим о том, что инвестиционный хаб, то есть метрика, да, вот, 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 как мы поймем, что мы стали этим инвестиционным хабом, или это то, что, вот, объем инвестиций прямых, да, там, иностранных инвестиций в Казахстане будет гораздо больше, чем во всех странах, ну, в остальных странах региона. Добрый день, коллеги. Аль-Хам, спасибо огромное за вопрос. Ну, наверное, начнем с генерального к частному, да. Являемся ли мы региональным хабом по инвестициям. Как говорится, люди могут говорить разные вещи, цифры не врут. За всю историю независимости мы привлекли более 420 миллиардов долларов в США, в валовом эквиваленте. И если посмотреть текущую историю прошлого года, 2022 год, за который есть полные данные, мы выросли в годовом выражении на 17%, что составляет около 28 миллиардов долларов в США. Но это не максимальное, это максимальный показатель за 10 лет. Но если брать историю 2012 года, то буквально там на 300-500 миллионов долларов в тот период валовый поток был чуть больше. К чему я вспоминаю, там, 2012 год, там, 10-летнюю разбивку. Как вы понимаете, у нас было две девальвации за это время. У нас с ВВП произошла та же самая история. То есть мы сейчас ушли за 200 миллиардов, и инвестиции, они, соответственно, догнали эту часть. Но мы говорим про валовые иностранные инвестиции. Если мы говорим про НЭТ, то о чем вы сказали в самом начале, то есть это приток-отток, здесь мы не совсем восстановились. Самый максимальный был 10 миллиардов, это также 2012 год. Сейчас за 2020 году это было 6 миллиардов. И в нашем понимании НЭТ это больше кэш, который заходит в Экуте. Если мы говорим про гроз проваловый, то это эквейпмент, оборудование, это займы внутрикорпоративные. Но если мы вернемся к нашей тематике, энергетической части, понятно, что исторически более 50% инвестиций составляло как раз нефтегазовую отрасль. Когда-то была аналитика года два тому назад со стороны АКСИ, где они просчитали, взяли пару ассамшенов и попытались спроектировать будущие потоки, учитывая кап вложения трех китов, именно недропользователей крупных, и все, что вокруг нефтегазовой отрасли. Там, да, там есть риски о том, что большой объем будет падать. Но здесь есть хороший момент, то, что как раз Тимирлан говорил. У нас есть тенденция, в целом, если там по некоторым прогнозам, индексам, мы не совсем привлекательны в части нефтегазовой отрасли, то у нас уровень переработки вырос в два раза, если мы берем перевоз до 2005 года. Сейчас объем переработки в валовом объеме это 20%, раньше это было 10%. Мы не берем туда транспорт, услуги, мы не берем туда строительство, вот если честно перерабатывающую отрасль. Поэтому, наверное, мы как национальный оператор по инвестициям, по FDI, Foreign Direct Investments, мы ставим акцент все-таки на переработку. И отрадно в сфере энергетики стабильно, вот если мы говорим про иностранные инвестиции, это стабильно, ежегодно держится объем возобновляемых источников энергии. Это благодаря тому рынку аукционов, который был сделан. И ежегодно эта цифра, она держится, она более 500 миллионов, она ежегодно закапывается в Казахстане, проект реализуется. Что касается будущих сделок, то вот как раз Амир в своем выступлении сказал, что сейчас идут глубокие переработки, переговоры по проектам гигаваттных мощностей, это 1 гигаватт, это эквивалент более 1 миллиарду. Поэтому про ВИИ мы там можем не беспокоиться, у нас все идет поэтапно, постепенно. И с инвестициями там все хорошо. Про переработку, наверное, тоже сказал. Если брать историю регионального хаба инвестиционного, то нужно понимать, что в Центральной Азии мы самый главный ресипент валового объема. 61% мы занимаем от общего региона. То есть соседям далеко до текущих наших показателей, но этим довольствоваться не стоит. Если я сейчас буду говорить о том, что происходит на уровне, что делается на уровне правительства, но это будет долго. Есть разные площадки, инвестиционный штаб при премьере, есть совет по улучшению инвестиционного климата при премьере, где как раз таки участвуют послы, международные компании по налоговой части, по декарминализации, по улучшению ряда кодексов и так далее. Это постоянно обсуждается, это текущая работа. На уровне президента более стратегические вещи, это совет иностранных инвесторов. То есть эти площадки есть, они эффективно работают. Переведу пример. По инвестиционному штабу, где решаются операционного характера вопросы, проблемные вопросы иностранных инвесторов. Ежемесячно эта площадка заседает. За два года, совместно с МФЦА, мы вынесли 150 проблемных вопросов и решили эти проблемные вопросы по 50 проектам. Как раз таки с иностранным участием. А что вот, как говорится, мы можем много тоже как бы говорить, но если говорить из-за комцифр, факту прямая вещь, 45 тысяч компаний с иностранным участием на сегодняшний день работают в Казахстане. Эта цифра растет из года в год. Это первый момент. Второй момент. Я понимаю, иногда бывает, там, СМИ особо, плюс во время дискуссии обсуждается привлекательность и так далее, и так далее. У нас достаточные преференции, достаточно-таки неплохие. Есть инструмент в виде соглашения об инвестициях с правительством, практика, на котором сейчас нарабатывается. И вы также упомянули в самом начале о стабильности. Документ как раз таки дает налоговую стабильность и стабильность законодательства. Преференции предусматривается до 25 лет, но не совсем все нормы работают, потому что кое-какие изменения еще необходимо вносить. Но работа идет. Что касается нефтегазовой отрасли, повторюсь опять же, у нас нету мандата на углеводород, у нас есть на мидстрим, на даунстрим. Но исходя из практики, все равно в индустрии мы вращаемся, видим, сложнее стало привлекать нашим недропользователям. Я не говорю сейчас про иностранные компании, там все-таки идет больше вопрос реинвеста. Они не выводят дивиденды, они их вкладывают обратно как раз таки в свою операционную деятельность, в расширение и так далее. И благодаря этому у нас сумма как раз таки держится по общим инвестициям. В других странах соседних, у северных соседей, у них там, ну понятно, в рамках геополитических, там минусовые цифры. Прям минус. То есть, да, и такие показатели тоже бывают. И в прошлом году мы стали номер один в СНГ по валовому объему прямых иностранных инвестиций. Есть, конечно, системные глубокие вопросы. Но, опять же, повторюсь, есть площадки, которые эти все вопросы закрывают. Ну и правительство на самом деле. Нет такого вопроса, который правительство было бы не в состоянии решить. Может быть, мы, может быть, мало об этом говорим, может, нужно об этом больше говорить. Но на сегодняшний день ситуация такая. И отвечая тезисно на ваш вопрос, являемся ли мы региональным инвестиционным хабом, да, мы являемся. На мой взгляд, по-моему. Да, спасибо за мат. Но у нас там действительно вы здесь затронули этот вопрос, да. Может быть, действительно нужно больше об этом говорить в той части, что нам-то нужно, чтобы иностранный инвестор нас воспринимал так же, как это мы сами себя воспринимаем. И готов был действительно инвестировать, чтобы не было нескольких таких параллельных реальностей, где в одной реальности находимся мы, в другой реальности находятся… Вот я хотел бы сразу ответить, это тоже как раз одни из предыдущих озвучивали, с точки зрения ожиданий и реальности, да. Что у нас происходит? У нас в Казахинвестии есть пайплайн инвестиционных проектов, которым нужны инвестиции. Он составил более 200 проектов. Общая сумма там десятки миллиардов, да. Это все переработка, это где-то инфраструктура, где-то еще какие-то отрасли. Но суть в чем? Большинство и львиная доля этих проектов – это гринфилд, high risk. Иностранные компании, они не всегда хотят заходить на гринфилд-историю, да. Те же самые, многие люди знают, некоторые коллеги также участвуют, принимают участие по работе с GCC странами, да. У них конкретные критерии. Нам нужна браунфилд, конечно, генерящая история, должен сидеть иностранный стратегический партнер, еще должна быть экспортная выручка. Но у нас таких проектов мало. То есть там либо валиуэшн будет дорогой, да, оценка, либо там это дорого, но придется покупать. Поэтому вот, наверное, вот эта история. И здесь как раз-таки то, о чем Маке говорил, как раз-таки рынок PII, да, он у нас там тоже, его нужно развивать. То есть надо больше капитала. Даже те же недропользователи, частники, которые набрали лицензии, взяли, раньше, если там лет 20 тому назад, месторождение, можно было там чуть ли не в банк заложить лицензию, сейчас им тяжело привлекать на недобычной объект, даже если это предобычной объект инвестора, потому что, ну, специфика рынка, возможность там экспорта стабильного, там себестоимость этого экспорта и так далее, и так далее. И мы это видим по факту. То, что происходит у концертов, это отдельная история. Там все как бы я вижу в ближайшей там среднестрочной перспективе, все хорошо. Обсуждается как базовый вариант строится ГПЗ, да, то, о чем говорили. На КПУ, на Кашагане, возможно, увеличение будущих там объемов. То тот же самый там GPC строится, да, у Казагаза. Расширение ШНОСа по мощностям в два раза, да, на 6 миллионов дополнительных. То есть с даунстрима, в принципе, видно, что там история есть. Вот с точки зрения апстрима, ну, наверное, текущая история. И вот мне больше, наверное, реалий, я понимаю, именно частных недоропользований, их страгал, да. То есть доступ к капиталу, да, и инструменты капитала, которые бы закрывали эту потребность, вот она бы чуть бы, наверное, раскачала. Ну, и все говорят, что вот если вращается, нужны давать правильные, чтобы стимулировать, нужно дать, наверное, облегчить вход на геологоразведку и вот на этом сфокусироваться, сакцентироваться. Это будущий приток как-никак. А все знают, что у нас происходит с геологоразведкой, то есть новых там больших открытий, даже средних открытий, к сожалению, не так много, ну, можно сказать, практически нет. Спасибо, да, ну, мы... Испозвольте, я дополню. Здесь согласен с коллегами, Тимирланом, с Азаматом, что нужно, во-первых, инвесклимат – это то, что мы создаем, грубо говоря, с местными усилиями, общую, так сказать, среду, но каждый инвестор, особенно странно, у них есть свой мандат, свои требования, и, ну, во-первых, у нас даже быть в целом какие-то инвестиционные проекты, которые будут генерить кэшевые денежные потоки, о чем Тимирлан говорил, ну, и которые будут соответствовать минимальным требованиям инвесторов. Большинство инвесторов, которые приходят, они играют чисто в brownfield, там, не знаю, доходность минимум 20% в долларах, и дайте мне суверенную гарантию. То есть здесь, как бы, тоже нужно, как бы, делать внутренний анализ трейдов, насколько, как бы, те или иные требования инвестора, они, скажем, целесообразны с нашей стороны для принятия, и здесь, как бы, вопрос, скажем так, более такой концептуальный, потому что это уже будет своего рода конкуренция между странами, в том числе в рамках оригинального инвестиционного хаба, либо мирового, кто из стран даст лучшие условия для инвестора, как раз как то, о чем мы говорили в самом начале, то, что сейчас идет борьба за капитал, и здесь, как раз, какие-то вопросы для обсуждения. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь вы подняли уже, наверное, следующую тему, opportunity cost. Вот, действительно, у иностранного инвестора всегда есть, ну, альтернатива. Вложиться в один проект или в одну страну, или вложиться в другой проект, или в другую страну. Вот, ну, вот с учетом вот этого фактора, opportunity cost, да, вот, насколько вот сейчас мы можем действительно предложить проекты, да, и наш потенциал действительно превышает opportunity cost, который есть у действующих инвесторов сейчас. Ну, наверное, зависит от отрасли. Наверное, это зависит от отрасли. То есть, вот мы сейчас про какую, про какую ответить в целом? Я думаю, что в любом случае вы уже указали, да, что в принципе у нас приоритет это перерабатывающая отрасль, да, я вот сейчас не говорю про добывающие, именно про перерабатывающие, так как приоритетные для страны. Ну, тут, как говорится, все новое, хорошо забытое, старое. Очень много было отчетов тех же международных финансовых институтов, где эти приоритеты прям показаны, где наш competitive advantage. В основном 80% всех этих ресерчев выходило это аграрная промышленность АПК и транспорт, логистика, транзит. То есть там есть потенциал, там есть высокие точки роста, но там есть и часть, где там нужно подготовить инфраструктуру и так далее, и так далее. Чтобы не быть голословным, вот я пример коллегам, мы вот как-то обсуждали, приводил уже не раз. Мы сидели один раз на одном форуме нидерландском, где представитель сельского хозяйства нидерландов, он просто объяснял, как они меняли систему сельского хозяйства и какие цифры сейчас у них. Страна, меньше Алматинской области, предыдущая территория, экспортирует сельскую продукцию на 105 миллиардов евро в год. У нас 80, под 90 миллиардов экспорт с углеводородом, с металлургией, с ураном, со всем, со всем. А здесь одна страна, да, понятно, это их основной условный бизнес, основная отрасль, индустрия. Но вот в Казахстане, когда приезжают специалисты из Нидерландов и говорят, возьмите черенок от лопаты, посадите в предгоре Жамбутской области или Алматинской области, у вас там есть вода, есть там правильная там радиация солнечная, у вас дерево вырастет через 10 лет. Поэтому, ну, наверное, вот это наш competitive advantage, но есть ограничения по владению землей иностранным инвесторам, компаниям, да. Но только надо сложные структуры рисовать, чтобы там где-то займовая часть, где-то... Но здесь мы сталкиваемся с проблемой, у них слишком жесткие оффтеки у иностранных компаний. И, наверное, здесь надо нам больше работать с нашими местными компаниями, чтобы они были готовы заходить в такие структуры и обеспечивали это качество. То есть у каждой отрасли есть свои нюансы. Что касается, со стороны, допустим, министерства энергетики, если мы говорим в рамках Казэнерджи, как раз-таки для того, чтобы решить эту проблему и в рамках обсуждений, и был разработан модельный контракт, о котором все говорят, для сложных месторождений на офшоре, чтобы на бордах крупных компаний они могли защищать эту всю историю, чтобы новые капексы пошли, новые инвестиции в нефтегазовые отрасли. Ну, то есть мы не стоим на месте. Правительство, все участники рынка с кровью потом 24 на 7 занимаются. Алихан, если можно, добавлю. Хороший вопрос. А потентикос для инвесторов понятное дело, что когда инвестор определяет входить в страну, не входить или входить в проект, нет, ряд факторов учитывается. Понятно, учитываются риски проекта, риски страны, учитывается стоимость рабочей силы, доступность рабочей силы, учитывается рынок сбыта, учитывается наличие поставщиков, и так далее. То есть это ряд факторов, которые влияют на принятие решения, ну и на стоимость, наверное, на стоимость вхождения. У банкиров подход очень простой. Меньше риска, меньше цена, меньше стоимость. Высшее риск, соответственно, высшая стоимость. Такой же подход в принципе у инвесторов при вхождении, если высокие риски, соответственно, ожидают высокую доходность. Если низкие риски, соответственно, как бы ожидают низкую доходность. И вот это, на самом деле, фактор, симбиоз разных факторов при принятии решений. И здесь, вот, с учетом текущей ситуации, возможно, Казахстан очень интересен в обрабатывающей промышленности. И вот, как я до этого и говорил, то есть наличие сырья очень являет критическую роль для некоторых компаний. Наличие относительно качественного квалифицированного персонала, достаточно недорогого, да, в глобальной конъюнктуре. Наличие близости к России, там, Китаю, да, центральной азиатской страны и так далее, тоже плюс, да. Поэтому здесь, наверное, нет ответа там да, нет, в зависимости от каждого отрасли, в зависимости от каждого инвестора и проекта, я думаю, здесь opportunity cost очень могут быть разные, да, и надо, наверное, кейс-бокейс смотреть и учитывать эти факторы тоже. Я вот бы хотел, еще, Ильхан, извиняюсь, что стревая, не в темно, но вот пример привести нетипичный с точки зрения opportunity cost. У нас по некоторым позициям нету, да, той самой крупнотоннажной газохимической продукции, кроме KPI условно, но при этом, при всем, мы вот последний год видим, что компании, которые говорят, мы сырье привезем там с ближайших рынков, но перерабатывать будем у вас, у вас налоги, у вас там есть, деньги чуть подешевле в некоторых случаях, и мы готовы, если я удивлен, вот обсуждается на уровне газогаза, там, ПЭТ, да, производство пароксилола, там, переработка, вернее, но при этом у нас есть компания, которая уже приняла стратегическое решение, то есть у них FID уже есть, они говорят, мы заходим, проект не маленький, 80 миллионов, это производство пароксилола, это реформ, но у нас сырья этого нет, они его будут привозить, то есть у нас уже, как говорится, под будущие какие-то проекты появляются потенциальные будущие потребители, именно промышленные, то есть, вот эта история, она потихонечку развивается, такая же история и по полипропилену, такая же история, и даже у нас, вот недавно компания Вескопиджин, она полиэтилен хочет, но у нас его нету, да, сейчас, на текущий момент, но пока они готовы без источника сырья в Казахстане развивать эту историю здесь. Мы не говорим про там многомиллиардные проекты, это там на 20, 30, 50, до 80 миллионов долларов проекты, но вот здесь как бы есть и такие тенденции в том числе. Думаю, давайте, да, попробуем еще очень коротко, вернуться еще к одному вопросу, мы проговорили по сильным и слабым сторонам, это внутренние факторы, внешние факторы, возможности и угрозы, вот что является угрозой для нашего инвестиционного климата, да, вот, и какие все-таки сейчас есть возможности? Я думаю, что, ну, тут в данном случае как раз МФЦА и Казахинвестов, они, наверное, больше контактируют с внешним окружением. Да, очень актуальный вопрос, я думаю. Если говорить о, наверное, о возможностях с глобальной точки линии, ну, лично вот я вижу большие возможности для Казахстана в энергетическом секторе, в традиционном нефтегазовом секторе, почему? Потому что, если вы посмотрите на протяжении последних 10 лет глобально эта отрасль была недоинвестирована, то есть, вы вспомните, произошла там сланцевая революция от США, там цены рухнули, ну, и они там болтались в диапазоне там 40-60 долларов на протяжении там достаточно длительного периода времени, да, в смысле вот до, по сути дела, ну, событий прошлого года, которые немножко подстегнули как бы там цены вверх, но в целом, я даже не говорю про токонефтегазовый сектор, наверное, в общем, общий комплекс там, комодитис, он все это время оставался недоинвестированным, и многие, как бы, эксперты, аналитики, на самом деле, прогнозируют начало какого-то нового суперцикла, нового суперцикла для комодитис, для всего спектра комодитис, это там металлы, ну, весь спектр металлов, медь, алюминий, там, все прочее, и там нефтегазовая сектор, то есть, поэтому я думаю, что, ну, Казахстан, Natural Endowment, да, Казахстан, это нефтегаз и металлы, то есть, это там наша сырьевая база, которая будет, ну, хотим мы этого или нет, ну, драйвить рост страны в ближайшие десятилетия, это точно, то есть, нет ни одной страны с такой сырьевой базой, которая бы там, ну, экономика, которая бы не строилась бы вокруг, там, этой сырьевой базы, то есть, если даже посмотрите, там, Канаду, Норвегию, Арабские Эмираты, да, там, так или иначе, все равно доля сырьевой базы, доля, там, экспорта нефтегазовых продуктов, она превалирует, да, в корзине всех экспорта, поэтому я думаю, что в нефтегазовый сектор, в сектор металлургии придут, придут, придут большие капиталы, то есть, как бы, открывается там новый цикл, как я сейчас говорю, и Казахстан должен для этой возможности использовать ее, вот, с точки зрения угроз, ну, наверное, там, не секрет, да, что геополитическая ситуация очень усложнилась в нашем регионе, мы там, в целом, в очень непростом регионе находимся, то есть, как бы, как с севера, так и с юга, там, непростая обстановка, ну, я думаю, что это там основной вызов для Казахстана, именно, как-то, выловерить, ну, то есть, как бы, как-то отнавигировать в эту сложную там геополитическую ситуацию. Елена, вот вы не подскажете премию за риск, вот, в связи с этой ситуацией, да, и такого близкого соседства, да, с Россией, которая сейчас находится под беспрецедентными санкциями, она у нас выросла для Казахстана? Да, определенно она выросла, то есть, как бы, ну, в целом, надо же понимать, что стоимость капитала выросла, потому что там ставки глобально выросли в пять раз там в штатах, ну, соответственно, ну, это там повлияло на первую очередь на ставки заемного капитала, да, то есть, соответственно, и премия там на Казахстан тоже просто автоматически подросла, но, ну, конечно, еще накладывается фактор, там, геополитический фактор поверх этого, но здесь, я думаю, нужно вот, наверное, подумать над тем, над диверсификацией вот инвесторской базы, да, ну, что там западные инвесторы, для них, вот эта вся ситуация там с Россией, ну, потенциально там с Китаем вызывает определенный дискомфорт, да, ну, некоторые инвесторы предпочтают выждать, с манеси переждать, пока там ситуация более-менее устаканится, но есть страны, которые, в принципе, готовы там брать риск, ну, если там, опять же, говорим, скажем, страна Забиева, Индия, я считаю, что тоже теоретически тоже могла быть потенциально очень большим инвестором в Казахстане, но, к сожалению, там до сегодняшнего дня этого там не произошло, хотя на самом деле тоже, если глобально смотреть, то Индия там тоже вступает такой, скажем, там в золотой демографический, как минимум, век своего развития, доля участия населения, рабочая сила, она растет, в смысле, и там по отчетам многих банков это станет второй экономикой там уже там 2050-60-го года, поэтому нужно, да, я думаю, также работать над диверсификацией экспортной, над диверсификацией инвесторской базы. Ну, то есть я правильно, да, понимаю, что у нас одна из возможностей, это страна с чуть больше риск аппетита. Спасибо. В продолжении вопроса, наверное, если мы говорим про внешние векторы, внешние факторы, глобально притоки ПИ в прошлом году с 21 на 22, они, там роста не было такого, как такого, там было даже немножко падение, но в Казахстане был рост. То есть мы вот этими всеми внешними факторами очень умело пользуемся. По СМИ люди наверняка замечают, глава государства ездит, драйвит, да, всю эту историю, круглые столы, капитаны бизнесов. И так как мы работаем под, мы являемся дочерней организацией Министерства иностранных дел, мы работаем в рамках трехуровневой системы, с посольствами, с на центральном уровне госорганами, с акиматами и так далее, и так далее. Поэтому мы видим реальный именно уже приземление этих проектов. если ежегодно более пяти тысяч встреч всеми посольствами, внешними ведомствами, консульствами и так далее, с крупными компаниями проходят, из них сотни компаний приезжают в Казахстан. И вот на самом деле, я бы здесь сказал, больше не внешний фактор влияет, а внутренняя готовность нашей инфраструктуры принять этот поток в страну. То есть, грубо говоря, мы приглашаем в гости 100 человек, стол накрыт на 50. Это опять же то же самое, что и вы говорили. Это вопрос доступности utilities, энергетика, необходимая инфраструктура на локации. Иногда это бывает и сырье, иногда и так далее, и так далее. То есть здесь на самом деле нам нужно внутри быть готовым, и тогда на внешние факторы они настолько прям сильно не сказываются. За исключением, конечно, риск на страну увеличился, но это надо тоже ездить, разговаривать. То есть сейчас вот идут переговоры по привлечению банков, то есть надо ездить, питчить. Это все тоже matter of negotiations, да, это другой вопрос доступ к дешевому капиталу. Но и внутренними ресурсами это в принципе коллеги из БРК подтвердят, есть инструменты, есть определенная локация, работа внутри ведется. Мы внутри должны быть готовы. Вот в этом основной фактор, я считаю. Если можно, я тоже добавлю. Хороший вопрос. Я соглашусь с Заматом. Но хотел добавить, что премия за риск, она, наверное, сейчас уже такой глобальный феномен, то есть мы видим в целом глобальная ситуация такая, что премия за риск, она выросла, да, то есть не только в нашем регионе, но и в других частях мира. я бы, наверное, перевернул вопрос, наверное, сделал бы так, что мы должны сделать так, чтобы использовать эти возможности сейчас, которые у нас возникают, да, та же там геополитика, та же климатическая повестка, о которой сейчас говорится, да, то есть глобальное потепление. Что должен сделать Казахстан для того, чтобы использовать эти возможности, то есть не рассматривать как угрозу, а возможность, как возможности, да, до этого я говорил фрэншоринг особенность Казахстана, что мы дружим со всеми стабильность для инвестора это номер один фактор при принятии решений входить в страну, не входить в страну и мне кажется если вот этот курс на стабильность, на многовекторность он будет продолжаться, фундаментально у нас хорошие возможности все в сравнении, я не говорю что там глобально такая ситуация, что мы должны быть гибкими, готовыми чтобы у нас была внутренняя инфраструктура внутренние компетенции знания, люди, ресурсы для того, чтобы в таком глобальном конкурентном мире взять какую-то возможность максимально получить ту максимальную прибыль, о которой вы говорите Спасибо, Марат Вы на самом деле предвосхитили сейчас завершающий вопрос вот с учетом тех сильных слабых сторон, которые мы обсудили, возможности и угроз как по вашему мнению того, чтобы во-первых, решить задачу по увеличению ВВП в два раза потом амбициозную задачу по тому, чтобы стать таким значимым в региональном плане инвестиционным хабом вот те инициативы, которые сейчас вот внедрились или внедряются их будет достаточно вот то есть вот здесь вот ну бизнес as usual если мы будем продолжать да для этого и вот здесь в принципе можно идти вот так вот потихонечку эволюционным путем либо нужны очень серьезные кардинальные фотошаги в части улучшения инвестиционной привлекательности ну я могу начать да да ну смотри бизнес as usual у нас в ВВП рос сколько вот в этом году 4% да то есть мне кажется бизнес as usual вот это можно сказать да если мы говорим что нужно дабл ВВП там в 29-м году то есть там должно быть 8% да или 9% 10% ежегодно 10% ежегодно то есть ну понятно ответ что бизнес as usual не работает да то есть нужно значит что-то улучшать и и дополнительные какие-то усилия делать да и и дополнительные усилия с учетом меняющейся конъюнктуры на глобальном уровне да то есть и на региональном уровне тоже то есть ну мой ответ что да с учетом вот текущей как бы ситуации внутри страны да ну и внешне значит нужно дополнительные усилия предполагать для того чтобы удвоить ВВП и мне кажется ну то что послание озвучил президент это очень классно потому что это дает определенный уровень да куда мы должны стремиться определенные амбиции для страны с точки зрения что те те усилия которые предпринимают сейчас они возможно недостаточно нужно вдвойне больше работать я соглашусь маке да действительно как бы классная история есть понятный таргет к нему нужно идти и как говорят есть человек который считает что возможно а я считаю невозможно оба права да я отхожусь отношусь к категории к тем людям которые говорят что это возможно это возможно но готовы ли мы пока нет у нас есть челленджи в каждой индустрии в каждой отрасли у нас не определены стратегические расчеты как мы в цифрах методом глубокой аналитики дойдем с там допустим условно в металлургии в экспорте на такую-то сумму и что нужно для этого сделать как в крупных там танка по взрослому все это делается я знаю что сейчас этого ответа нет эфорт есть желание есть но я думаю как раз таки задача центральных госорганов не зря было принято решение разделить транспорт логистику создать новые министерства по воде что ключевое на самом деле очень хорошее правильное решение я думаю нужно чуть немножко времени дать чтобы потому что сейчас экономика она растет недавно обновили прогнозы 5% планируется и так далее и так далее там понятная ресурсная история проекты заходят в переработку приземляются новые это все будет дравить это будет бумить оно будет поддерживать этот рост но чтобы дойти именно до того таргета который озвучил ГАЛА государства нужно проделать очень кропотливую серьезную домашнюю работу и она уже началась будут ли ответы через год но время покажет но по крайней мере все над этим работают все пытаются это сделать я считаю что возможно но будет зависеть от нас спасибо я дополню от Азамата на самом деле удвоить ВВП это очень амбициозная цель как минимум предполагает что должны расти темпами 10-12% в год что на самом деле в текущей глобальной экономической политической ситуации очень большие значения поэтому нужно расшивать какие-то узкие горлышки для страны мы все их прекрасно знаем в первую очередь транспорт транспорт и логистика ну вот это факт Казахстан находится вдали от основных торговых маршрутов глобальных но при этом 90% всех от 80% до 90% всех товаров переводится по морю к которым у нас нет доступа то есть это очевидно что нужно расшивать это узкое горлышко я думаю в принципе уже есть какой-то прогресс там сейчас активно обсуждается вопрос среднего коридора который построил новый планшрут с Китая через Центральную Азию страны Кавказа на Европу то есть я думаю что в этом направлении надо двигаться и тут государство должно наверное играть ключевую роль то есть в любом случае это вот такие игроки как фонд самороказна БРК это основные институты которые будут драйвить финансовые потоки то есть соинвестирование там заемное финансирование да это необходимый ингредиент для того чтобы пришлись так большие капиталы именно в эту отрасль это первое я думаю а во-вторых да вот нам нужна там хард инфраструктура то есть дороги порты и все прочее но нам также нужно работать над какой-то софт инфраструктурой то есть работа там таможня да таможенные процедуры пошлины процессы это тоже есть над чем работать скажем так и третье это скорее всего я бы я выделил качество человеческого капитала то есть мы как-то вот привыкли думать что в Казахстане самые талантливые люди у нас да что наверное там то есть как бы это Марат тоже говорил об этом но на самом деле я тоже просмотрел у нас ну такой очень простой показатель это наверное там уровень владения английским языком да то есть английский язык он там но уже доказано что корреляция между там уровнем владения английского языка и там производительности труда там рост там она там очень высокая но при этом оказывается вот по последнему рейтинг который вот сейчас составляет компания education first то есть там Казахстан это в последние десятки среди там ста чем-то стран по уровню владения языком то есть мы примерно на уровне там Мозамбика Сомали ну то есть вот что просто и это это факт да ну то есть и я думаю что окей как бы конечно там где-то английский нужен больше где-то меньше но тем не менее в смысле английский это язык бизнеса и ну если мы хотим чтобы здесь был хороший бизнес климат то наверное нам нужно над этим компонентом я не говорю что вот только английский язык но я думаю что в целом это наверное какой-то индикатор того насколько индикатор качества нашего человеческого капитала я думаю вот тут можно очень быстро продвинуться я думаю при желании спасибо да если позволите напомню ну мне кажется в целом вопрос был с одним ответом изначально бизнес из usual все понимают что бизнес это такая деятельность которая каждый день все меняется и ты постоянно как бизнесмен должен адаптироваться под рынок под культурой и так далее то есть бизнес из usual нереалистичный с учетом особенно текущих глобальных целей которые поставили наше руководство страны что касается согласия у нас логистика это важное направление которое необходимо развивать концептуально хотел сказать что изначально статегия фонда которая до этого была она была о том чтобы как не знаю в 23-м и в 50-м году чтобы фонд стал инвестиционным холдингом как вот best practice сейчас есть там public инвестиционный фонд Саудовской Аравии и другие суверенно-национальные фонды которые инвестируют по всему миру и имеют огромное портфолио активов с рискориентированным диверсифицированным портфелем активов и доходностью то есть не зависит полностью от портфолио активов не зависело большей степени от нефтегаза и так далее но с учетом казахстанских реалий необходимости вложения больших в инфраструктуру и так далее пока наши планы сдвинулись в ближайшие 5-7 лет мы фокусируемся на реализации тех инфраструктурных проектов которые необходимы для Казахстана потому что там где есть фокусура там как бы и есть развитие но в целом долгосрочном периоде мы себя видим краски инвестиционным холдингом который помимо создания производства в Казахстане развития в целом экономики через мультикативный эффект также инвестируют в зарубеж тем самым диверсифицируют свое портфолио именно и по географии и по отраслям и так далее то есть мне кажется это во всех направлениях должно быть поступательное движение причем решение даже приниматься руководством на основании бизнес-подходов бизнес-подходов оперативно и быть постоянно скажем так гибким то есть вопрос гибкости здесь тоже мне кажется важен спасибо спасибо Мир я в целом хотел бы благодарить всех наших спикеров за очень открытый действительно диалог обсудили многие актуальные вопросы получили я думаю хорошие ответы в связи с тем что ну к сожалению время нашей сессии подошло к концу наверное максимум один вопрос из зала мы можем наверное сейчас задать нашим спикерам если у кого такие вопросы если есть то прошу сначала представиться и задать вопрос ну да если вопросов нет я тогда так понимаю что наши спикеры очень хорошо справились с теми вопросами которые мы сейчас обсудили и в принципе исчерпали все те вопросы которые могли быть по теме инвестиционной привлекательности и тому вот что нам нужно для того чтобы усилить свое положение как региональный инвестиционный хаб еще раз хочу поблагодарить наших спикеров ну и выразить надежду то что мы действительно выполним задачу поставленную главу государства по удвоению ВВП вот и вот наши коллеги как раз со своей стороны смогут вот здесь решить задачу по привлечению инвестиций как иностранных так и отечественных спасибо